Привет, друзья! Любая топовая команда укомплектована нападающими экстра-класса, которые часто забивают два и более голов за игру. Сезон в самом разгаре, и форварды продолжают радовать нас высокой результативностью, то и дело оформляя дубли и хэт-трики. А некоторые уже успели отличиться более трех раз за игру. Так что устраивайтесь поудобнее, вас ждет шквал голов в исполнении самых грозных атакующих игроков Европы. Поехали! Если вы думаете, что первое место по числу забитых мячей за матч занимает Месси или Роналду, то ошибаетесь. Возможно, удача еще улыбнется кому-то из звездной парочки, ведь впереди много игр. А пока вне конкуренции 21-летний нападающий голландского ПСВ Дониэл Маллен, который в матче шестого тура оформил пентатрик. Первый из пяти голов ворота Витеса форвард забил после грубой ошибки защитника. Брума перехватил мяч в центральном круге, дошел до штрафной, отдал влево и Маллен, как на тренировке, отправил мяч в дальний угол ворот. Второй и третий голы Дониэл забил головой. Сначала форвард красно-белых оказался расторопней защитников после подачи углового, а затем удачно сыграл на добивании. В концовке встречи гости совсем расклеились и в течение четырех минут умудрились привести два пенальти, каждый из которых хладнокровно реализовал Маллен и стал героем этого матча. К сожалению, набравший отличную форму, нападающий ПСВ получил травму колена и в этом сезоне уже не сыграет. Пожелаем парню скорейшего восстановления! Форвард сборной Польши и Мюнхенской Баварии Роберт Ливандовский – настоящая машина по забиванию голов. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей за национальную команду и входит в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов и чемпионатов Германии. На его счету уже более 460 точных выстрелов в различных турнирах. В первой половине текущего сезона Ливандовский отметился двумя хэт-триками и покером в трех различных соревнованиях. Первый хэт-трик он оформил в матче второго тура Бундеслиги в ворота Шальке. Сначала Роберт реализовал пенальти, затем шикарно исполнил штрафной, а на 75-ой минуте неотразимо пробил с 14 метров, установив окончательный результат 0-3 в пользу Баварии. Второй хэт-трик суперфорвард сделал в матче за сборную Польши, которая в рамках группового турнира Евро 2020 играла на выезде с Латвией. На девятой минуте Роберт отменно сыграл на грани офсайда и точно пробил мимо выскочившего из рамки вратаря. Не успели латвийцы прийти в себя, как получили в свои ворота второй гол, когда Ливандовский мастерски замкнул прострел Гросицки. А в концовке встречи нападающий удачно выбрал позицию и поразил пустые ворота. В матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды Форвард и вовсе установил уникальное достижение, сделав самый быстрый покер в истории турнира. Первый гол поляк забил с пенальти, затем откликнувшись на скидку Талисо не промахнулся с трех метров. В следующем эпизоде сыграл на опережение и эффектно забил головой. Ну и наконец классно зацепился за мяч после проникающей передачи в штрафную, вышел один на один и легко переиграл галкипера сербского клуба. Друзья, как вы думаете, сколько продержится рекорд Ливандовский в Лиге чемпионов, который оформил покер за четырнадцать минут и тридцать одну секунду? Если в предыдущие годы Роберт Ливандовский без проблем выигрывал бомбардирскую гонку в Бундеслиге, то в этом сезоне у него появился достойный конкурент. Речь идет о Тима Вернере, который находится просто в феноменальной форме. Именно его шикарная игра является одним из главных факторов лидерства Лейпцига в чемпионской гонке. В этом сезоне в двадцати шести матчах форвард Быков забил двадцать пять голов, из которых четыре дубля и два хэт-трика. В третьем туре чемпионата Германии Лейпциг встречался с Боруссией из Мюнхенгладбеха и благодаря трем точным выстрелам Вернера уверенно победил три один. Все голы были забиты в результате активности, высокой скорости и исполнительского мастерства нападающего, который умело пользовался ошибками в обороне соперника и хладнокровно реализовал практически все предоставившиеся ему шансы. А в матче десятого тура голевые моменты были чуть ли не у каждого игрока Лейпцига, который на своем поле разгромил Майнс в восемь ноль. В этой игре Вернер не только сделал хэт-трик, но и отдал три результативные передачи на партнеров, записав в свою копилку шесть баллов по системе гол плюс пас. На тридцатой минуте форвард забил практически с нулевого угла, замкнув прострел во вратарскую. На сорок восьмой метко пробил мимо вратаря, а на восемьдесят седьмой, получив точный пас от партнера, расстрелял ворота с четырех метров. Интересно, удастся ли Вернеру опередить Ливандовски в бомбардирской гонке? И кто станет чемпионом в этом сезоне, Бавария или Лейпциг? Попробуйте угадать. Удивительный хэт-трик сделал игрок клуба Уиком Ондерерс Джо Джейкобсон в матче английской лиги 1 против Линкольн-Сити. И пусть это не поединок команд высшего дивизиона, согласитесь, не часто можно увидеть, когда хэт-трик делает защитник. Причем все голы забивает со стандартов, два из которых сухим листом. Что касается игр английских клубов на более высоком уровне, то дважды забить со стандартов удалось игроку лондонского арсенала Николя Пепе в матче Лиги Европы против Витории Гимарайндж. На восьмидесятой минуте форвард Канониров шикарным ударом направил мяч точно в угол ворот, а на девяносто третий не менее эффектно сорвал паутину с левой девятки. Согласитесь, друзья, было бы странно не увидеть среди самых результативных игроков Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Причем хэт-трик Месси так же как и Джейкобсона состоит из голов, забитых со стандартных положений. В поединке тринадцатого тура чемпионата Испании Барселона встречалась с Сельтой и уверенно победила 4-1. На двадцать третьей минуте аргентинец хладнокровно реализовал пенальти, а на сорок пятое и сорок восьмой забил два гола близнеца ударами со штрафных. В матче против Барсы, за которую выступает один из лучших исполнителей стандартов в современном футболе, нужно быть самоубийцей, чтобы фалить вблизи своей штрафной. Но с другой стороны, как не нарушая правил, остановить игроков самой техничной команды Ла Лиги. Извечный соперник Месси Криштиано Роналду также пребывает в фантастической форме. В последних семи матчах чемпионата Италии португалец забил одиннадцать голов и вышел на второе место в бомбардирской гонке серии А. Если так пойдет и дальше, Криро сможет догнать Чиро Иммобиле из Лацио, от которого он пока отстает на семь баллов. В поединке восемнадцатого тура Роналду оформил свой первый хэт-трик за Ювентус, причем все три мяча форвард забил во втором тайме. На сорок девятой минуте лидер атак Бьян Канери воспользовался ошибкой обороны Кальяри, обокрал защитника, эффектно переиграл вратаря и с острого угла поразил ворота. В середине тайма Роналду уверенно реализовал пенальти, назначенные за снос Дебалы. А в концовке встречи, получив передачу от Дугласа Косты, Канери вышел на рандеву с вратарем и забил свой третий гол в этом матче. Итоговый результат 4-0 в пользу Ювентуса и еще один мяч на счету Игуаина. Отменную скорострельность продемонстрировал и Киллиан Мбаппе в матче группового турнира Лиги чемпионов, в котором ПСЖ играл на выезде с Брюгге. После выхода на замену нападающему понадобилось всего двадцать две минуты, чтобы трижды расписаться в воротах бельгийцев. Первый гол он забил головой, удачно сыграв на добивании. Во втором эпизоде отлично открылся и классно сыграл на опережении. А третий мяч влетел в сетку после красивой комбинации и эффектных действий форвардов штрафной соперника. Киллиану Мбаппе всего двадцать один год, но уже сейчас его называют самым дорогим футболистом мира и с каждым ярким выступлением трансферная стоимость юного вундеркинда будет расти. Интересно, удержится ли Киллиан в ПСЖ еще на один сезон? Ведь становится очевидным, что чемпионат Франции он уже перерос. Ну и в заключении, друзья, самый уникальный матч у этого сезона в чемпионате Англии, в котором Лестер на выезде обыграл Саутгемптон со счетом 9-0 и установил фантастический рекорд. Впервые за сто тридцать один год существования премьер-лиги, одна из команд сумела одержать победу в выездном матче со столь крупным счетом. Причем сразу двум нападающим удалось отметиться хэт-триком. По три гола на свой счет записали Перес и Варди. Особенно эффектным вышел второй мяч в исполнении Переса, когда испанец здорово откликнулся на заброс в штрафную и с лету расстрелял ворота соперника. На этом все, друзья. Как вы думаете, кто станет рекордсменом по количеству хэт-триков в этом сезоне? А может кому-то удастся забить более пяти голов за матч? Напишите свои мысли по этому поводу в комментариях и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Пока!